Из-за пандемии коронавируса Люберецкий центр занятости изменил режим работы. Прием посетителей ограничен и возможен только по предварительной записи. Наша съемочная группа побывала в учреждении, чтобы узнать, как людям, оставшимся без работы, встать на учет и на какие выплаты они могут рассчитывать. Остаться без работы. С такой реальностью столкнулся житель Люберец Алексей Федоров. Несколько дней назад с ним расторгли трудовые отношения, и он, не теряя времени, обратился в центр занятости населения. Чтобы встать на учет. И в то же время у нас сейчас есть кредит. Для кредита и каникулу нужна справка. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, справка с последнего места работы и документ об образовании. Все, что необходимо для постановки на учет в качестве безработного. Зарегистрироваться можно и самостоятельно с помощью портала «Работа в России». Посетить центр занятости сейчас можно только по предварительной записи. Каждый день у нас сейчас примерно около 300 человек посещает центр занятости. Из них половина – это записавшиеся, а вторая половина – это лица, которые повторно обращаются, отмечаются в центре занятости. С 1 апреля по июнь месяц пособия по безработице составляют 12 130 рублей. Родителям несовершеннолетних детей, оставшихся без работы в период пандемии, полагается еще по 3000 на каждого ребенка. Кроме того, предложения по трудоустройству поступают сразу, как только человек встает на учет. Я зарегистрировался, как бы на бирже встал, вот теперь мне дали памятку и вот небольшой, правда, перечень в связи с вирусом работы. Вот ознакомлюсь. Я надеюсь, что скоро на его работу и все наладится. Кроме Люберец, этот центр занятости обслуживает котельники Держинский и Латкарина. Право обратиться в учреждение имеют только жители с постоянной регистрацией в этих округах. Записаться на прием можно, позвонив на номер горячей линии, который вы видите на своих экранах.